Здорово! Здорово всем! Раз в год захожу, можно и присоединиться. Блять, чуть салат весь не вылетел. Спасибо большое! Видите, не обманываю вас. Очень редко захожу, очень сильно всех люблю, уважаю, кто за мной наблюдает, кто меня терпит здесь в инстаграме. Яночка, маленькая моя сладенькая вкусненькое изображение, тебе еще раз при всей небольшой аудитории. Короче, что, спрашиваете что-нибудь меня, что я зашел-то, чтобы молчать, чтобы на меня красиво вы смотрели. Спасибо большое! Как у кого дела, как настроение, я вообще в баху, что у меня происходит в жизни последние дни. Я просто вчера был там, сегодня здесь. Я не успеваю за такими режимами, ритми, но сколько мне это нравится, блять, вы бы знали, сколько моих уже в Москву прилетело, блять. Я так кайфую, мы просто, блять, такую атаку устроили. Блять, просто я, вы не представляете, на седьмом небе отчасти я нахожусь. Я в таком предвкушении завтрашнего события, просто пиздец. Это будет охуенно. Ребята все кайфанут вообще. Пашка, что вы заселились там? Прикиньте мне просто, ребята, с команды, кто откуда, кто с областей, кто с Новосибирска, кто с Самары, кто с Сочи, блять, с разных уголков. Где Павло потерял? А вон, братан, это, они с Сашкой поехали заселяться. Я поехал, хоть шевелюр маленько подстриг, а тот пиздец, как обезьяна был заросший. Вчера в Новосибирске не успел посвящаться. Сейчас хочу еще в солярий сходить, прикинь, реально, потому что я так загорел, что, видите, у меня вот эта хуета, белая полоска. Но я жопу не буду показывать, тоже вся белая, короче. Всем привет. Хочу это, скажите мне, кто ходит в солярий? На 10 минут я охуею, ну, типа, это много будет или нормально, чтобы вот эта ебота ушла. Чего, куда взять, меня плохо слышно или в чем проблема? Тебя, Пашка, не понимаю, у меня есть какая-то хуйня попалась. Зуб очень больно вписывает. А, ты об этом? Очень неприятно сейчас было. Я помню, что это такое. Что-то хрустнуло прям жестко. Что скучился вам, блядь. Давай нахуй. Залетай. Так, ребят, ну че, обчаться будем? Блядь. Янь, такой хруст был, я аж испугался, что это зуб, клянусь. Зубами шутки плохие. Так, а че, я тебя принимаю? Блядь, Пашка, как всегда. Все это. Дым, налосить, вернусь. Надо ТО организма пройти. Или это, хочу уже начаться с зубами. Начаться с зубами, все, пиздец. Это я два дня нормально не спал. Надо начать с зубами. О, сейчас, Паш, секунду. Все. Все. Это я не-то оттыкал. Наверное. Паш, три раза нажал уже, че-то, че-то. Не хочет он тебя принимать. Ладно, все. Не судьба. О, это кто такая красивая? Эс, Каплан, привет. Почему фотки такие маленькие? Ну, вижу, что что-то красивое там прям. Кристина, привет. С прилетом. Короче, ладно. Давайте в монологе маленько побудем. Задавайте вопросы. Прилетел я, значит, несколько часов назад в Москву. Не ел сутки. Вот только сейчас первый раз покушал. Пребываю очень максимально заразно-счастливым. Надеюсь, заразно-счастливым настроением. Потому что вместе со мной прилетела еще моя команда. Их около 30 человек. Это не может не радовать. Я реально в такой, знаете, состоянии эйфории. Вот настроение такое. Вот вспомните свой самый счастливый день. Допустим, не знаю, это день рождения или какое-то событие. Не знаю, возможно, рождение ребенка. Ну, вот просто что-то такое. Вот у меня состояние максимально такое же сейчас. Прикиньте, просто мне кажется, рядом со мной сидящие люди могут обжечься от моей энергии. Потому что, блин, я в дичайшем предвкушении. Мы к этому шли и готовились уже несколько месяцев с командой. Мы действительно ждали этого дня. Завтра наши любимые, уважаемые компании. И, собственно говоря, мы сразу в уголков с ребятами прилетели, чтобы разделить этот день. Почувствовать весь этот масштаб. И действительно до конца, кто еще не осознал, спасибо большое. Все осознать, короче. После дня рождения компании, завтра мы с топ-лидерами поедем в Бёрдс. Это какой-то здесь крутой клуб в Москва-Сити. А последующие дни, 18-19 числа, мы будем спиртом в дворце. Его по-другому не назовешь. Я думаю, с историей мы видели, обратили внимание на то, как у нас реально будет замок просто в нашем распоряжении все два дня. Очень круто, что сказать. Самое-то что интересное, ну типа не просто, знаете, как бы отдыхаем, кайфуем, со многими знакомимся. То есть, Санек, привет. Со многими людьми, которых я очень сильно люблю, уважаю, я вижу впервые. Но мы уже несколько месяцев выстраиваем рабочие процессы. И это такая своя, знаете, бизнес-семья, бизнес-сообщество, людей по общим интересам. И, ну, блин, короче, ребят, я очень счастлив. Порадуйтесь за меня. Ну, все. О, блядь. И суп вкусный. И вечеринка вкусная. Очень кайф. Ну, если ничего, спросите, у вас нечего у меня. Тогда я пошел. Не буду вас отвлекать. Что там, сегодня понедельник, день тяжелый. Кто там, кто-то вам заходит, подглядывает за мной, ничего не спрашивает. Интересно, если бы я деньги разыгрывал за то, кто больше, типа, вопросов задаст, или какой-нибудь интересный вопрос, чтобы деньги платить. Замай такая тема проканает. Понял вас. Спасибо за ответы. Да нет, на самом деле, я так шучу-шучу. Это моя проблема, что у меня аудитория в прямых эфирах не особо заходит и не общительная. Крайне редко. Я даже сейчас не вспомню, когда я заходил в прямой эфир, по-моему, с Денисом, когда мы там про его разговаривали. Месяц назад, и все. Короче, ребят, кто смотрит и посмотрит, эфир братский, спасибо большое, спасибо. Я в Москву уже все прилетел, с горем пополам. Пиздец, как мне сложности это удалось, я думаю, ты по сторису видел. А я заряжаюсь энергией эфира сегодня на работе. Что-то хотел сказать. Меня вообще голова не соображает. Надо сегодня поспать хорошо. встал немножко от прилетов и держит в ресурсном состоянии только от создания того, что будет все эти дни. И я предлагаю вам там, где-нибудь меня рядышком держать, потому что, ну, буду стараться. Считаю, что будет, контент будет очень такой, качественный, интересный, увлекающий, познавательный, информативный, незабываемый. Ванька, что, завтра увидимся? Еда, клянусь, как дети в школу просто залетают. Спасибо большое. Так, всех приветствую. Я просто, понимаете, ну, не могу кушать один. Я реально один. Я к вам зашел пообщаться, вы не общаетесь с вами. Почему? Про какие именно видосы ты говоришь? Ну, типа, лайф. Я просто, я вам так скажу, у меня какой-то заеб был долгое время. Сейчас я отхожу от этого, что нахера мне что-то вам снимать, показывать, типа, ну, я поел, блядь, вот я там жопу почесал. Ну, типа, блядь, ну, зачем? Я просто сам, ну, что не цепляет, типа, пролистываешь, ты, если что-то хочешь какую-то тему раскрыть, я ее просто не раскрываю, потому что, вот я, прикиньте, чтобы раскрыть всю ситуацию, происходящую по поводу того, как я потерял 50 тысяч рублей, мне понадобилось на это, там, пару минут, и то я, там, посокращал видео, смонтировал, то есть, пару минут, то, блядь, пару минут будет смотреть, там, два человека, не, ну, может быть, типа, это актуальная тема, особенно, кто летает, там, да, то есть, это такой момент, ну, полезный, полезный реально, то есть, зачем вам, там, в дальнейшем платить лишние деньги, когда вы можете, но, ну, если вы, как бы, разрушительный человек, и можете учиться на чужих ошибок, как бы, да, не платить за этот опыт, это просто, вот, посмотреть, да, там, парня, который где-то обжегся, типа, это прикольно, но мне, чтобы, это выложить, вылаживать, потребовалось, типа, ну, две минуты, хрену за, будто смотреть, и я очень часто ловил на мысли, что я просто, ну, типа, не хочу что-то снимать, я так прям, очень все коротко, очень все сжато, сжато, типа, знаете, потому что, ну, сейчас, в основном, в сторисе все так смотрят, просто пробистывают, если, знаете, раньше, допустим, посты, больше ценили, сейчас вообще посты, мне кажется, особо не читают, так, не смотрят сейчас, рилсы, сторис, и то скоро сторис вообще отойдет, будто карилс, мне кажется, я не знаю, привет, привет, тоже хорошего дня, всех приветствую, ребят, спасибо, что зашли в гости, не стесняйтесь, задавайте вопросы, не так часто, вообще-то, захожу, вообще-то, на секундочку, о, Леночка Руденская коза, привет, я хаму пероза, на сосудке, последний раз, что я на сибирске ел, приехал, короче, к отцу, когда прилетел с Таиланда, как я соскучился, по домашней еде, по домашней, просто по русски, перцы, фаршированные, туда-сюда, короче, ел, вкусно было, вообще, хренадера наелся, домашнего, отцовского, как там, любимый, родной, инска, вообще, с кайфом, я так скажу, я понял, что я, короче, конченый патриот, я прилетел, и прям, русская земля, как я по тебе скучал, даже, пускай мне там, пару недель не было, но, духота, вот это, постоянно, к этому долго привыкаешь, не нравится, когда прохладно, я все-таки прям, сибиряк, короче, но сибирский, короче, все хорошо, все ровненько, я так, быстренько, туда-сюда, все хорошо, да, спасибо большое, очень вкусно, кстати, здесь кормят, опять же, поднимая тему рекомендаций, как все в жизни, там, происходит, неважно, это бизнес, или продажа продуктов, чего-то еще, все в этой жизни покупается, на 100%, через рекомендации, сейчас заходил к своему барберу, знакомому, которого, порекомендую, не потому, что хочу что-то прорекламировать, а мне действительно нравится, мне по кайфу, и я, будучи не местным здесь, как бы в Москве, ну, конкретно, вот здесь я сейчас, на Диафилевский парк нахожусь, я говорю, слушай, где можно покушать, типа, куда можно там в Солерийской, где можно это взять, там, то есть, все, он мне посоветовал, я уже маршрут, если спланировал, все, я иду туда-сюда, то есть, по его рекомендации, я действительно понимаю, что вкусно, так же в жизни во всем происходит, что за, сука, дура тупая, у тебя, как и все, что нестандартный, это скейтерская, да, да, это вообще-то, меня тигр уебал, висевка, что, голубочки, на привет, спасибо, что в гости зашла, очень приятно, располагайся, не стесняйся, не забывай, что ты в гостях, что, как добрались, как заселились, как настроение, ты что-то, кстати, у нас там, по бизнесу, чат будешь качать, как я хотел поесть, у меня уже такая, знаете, стадия была, ну, что, типа, да, ну, можно уже не есть, уже привык к интервальному голоданию, ну, типа, еще бы, сейчас скажу, сколько, еще бы часа три, я ровно сутки, как, ну, особо ничего не ел, тоже рука какой-нибудь, могу сутками есть, у меня вообще, честно, скай, лучше убить, чем прокормить, игорь кишкаблудов, очень часто приходит, особенно вечером, одно из моих любимых блюд, особенно за последние, мне кажется, полгода, это фишн'чипс, все, я сейчас был в Таиланде, просто, мне кажется, я, блядь, там, фишн'чипс ел, не, а кого нам там лететь, четыре часа, да даже, типа, кормили, я спал, как убитый, вообще, кстати, кто-нибудь спит, так же, как я в самолете, я что-нибудь специально не сплю, и потом в самолете, просто это, ебало давлю, и как будто долетаю за час, блядь, наевся, ну, кстати, у многих такая тема, что спать не могут, ну, человек, можно счет, пожалуйста, рассчитайте мне, я понял, можешь мне в царку передать, пожалуйста, благодарю тебя, я один летел, знаете, сколько, получает, с Хукетта до Бангкока, полтора часа, там я, шесть с половиной часов, пересадка была, и потом еще, семьдесят пять часов летел, но, но самое что, кайфовое, у меня такое было впервые, у меня такое было впервые, прикиньте, то есть, я летел на Боинге, и вот, мое место, еще три рядом, они были очень свободных, причем, и все сидели там где-то как-то вместе, мне, ну, наверное, одному из кого-то повезло, что рядом, бросил свободно, я просто включил фильм, что-то с Прилучным, кстати, после его кинчик такой, представьте, весь фильм, чувак просто в машине едет, это с Прилучным, фильм называется, слон, и все, я просто его включил, смотрел, спал, кушал, вот там, там кормили, там мы, естественно, часов летели, было, конечно, прикольно, сидя, не так спишь, а там я прям лег, плед под голову, вообще, вообще кайф, так, ну, что я смотрю, кто-то заходит, кто-то выходит, Синицына, только ты, короче, у меня самая преданная в этом эфире, и Анна Ломака, вот, да, да, счет, пожалуйста, я пойду сейчас уже, вот, короче, так, каратенечко, зашел, совсем поздороваться, отметиться, все нормально, я наевся, напився, подстрифся, пойду сейчас еще, с Валерей зайду, полоску вот эту, короче, булки свои поджарю, сегодня у нас, через пару часов, вручения автобонуса, у партнера, мои хорошие знакомые, Ксюши, я сейчас контент, который, короче, еще не до выкладывал с тех дней, у меня это так получается, что все сжалось, я сегодня вечером только буду выкладывать, как я москутная прилетела, контента много, видео, фото, все, дохера, и не успеваю выкладывать, чувствую, нужен мне личный ассистент, как расплачиваться, не знаю, договоримся, еще пишите, договоримся, все, ребят, спасибо, кто был, кто заходил, кто продержался, короче, все, давайте, это, связь, всем такого же хорошего, заряженного настроения, а что, я только выходить, уже люди начали заходить, е-мое, тут Инна зашла, финансовое обучение, еще и Сбердский землячек, вот я бы сейчас как раз финансовым бы пообучался, бы посидел, ладно, ребят, желаю всем такого же заряженного настроения, всем пока, хорошего дня, до сих пор,